33 градуса, 10 июня. Так, сегодня у нас 10 июня. Я постаралась приготовить еды, ильгизу, покрошив всё помельче-помельче, потому что он будет завтра, 11 числа, удалять зубы. Вот это капуста свежая, мясо перемолотая, говядина, и добавлен чуть-чуть немножко риса дивзеры сюда. Всё мягкое, кроме капусты. Но капуста тоже мягкая. Я говорю, ну будешь по небу размазывать и как-то глотать. А так это очень вкусно, хоть это выглядит непрезентабельно. Здесь супчик на курином бульоне, ну и сама курица тоже перемолана блендером. И добавлен вермишель. Вот сюда поставила специальный вермишель, макаронное изделие из цельнозерновой полбиной муки. Вот 350 грамм стоит у нас 75 рублей. Это полезная вермишель, очень даже, но очень дорогая. Но иногда мы вот так пользуемся. Ну очень редко, но пользуемся. В этот раз супчик вот такой, мне кажется, тоже если нечем жевать, этот супчик пролетит на ура просто так. Всем привет! Я в машине возле стоматологии. Ильгиз пошел в стоматологию. Я рядышком. Как жена декабриста. Хотела сначала пойти прямо туда, в стоматологию, посидеть там. Потом думаю, нет, думаю, я здесь побуду. Если посмотрю, в определенное время он не вернется, то он оставил мне ключ от машины. Я даже им пользоваться не умею. Но показала, как открыть-закрыть. И пойду к нему. Сейчас покажу. Вот я сижу вот так. Вон то здание, вот то, которое вот наверху розовенько. Вот это здание стоматологии. Вот, заехали в магазин. Купили все необходимые продукты, какие нужно в данный момент в дом. И буду ждать его. Даже по питанию это не очень понятно, конечно. Он говорит, давай будем уже решать проблему с питанием по мере его поступления. Я говорю, так даже вот ты сейчас придешь без, даже без протезов уже. То уже нужно будет покушать. И уже и не знаешь чего. Ну, я вчера вот сварила, вам уже показала. Попробуем. Он сегодня попробовал супчик. Второе он вчера посмотрел. Он говорит, все равно как будто бы для, для зубов-то, конечно, даже и не, даже и не подумаешь. А вот если без зубов, то неизвестно, как это будет. В машине жарко. Немножко приоткрою. На улице у нас под 30. Ну, хорошо, мне нравится такая погода. Сейчас почему-то вот очень жарко было, когда были молодые. А вот сейчас у меня не бывает такой, чтобы прямо, ну, жарко-жарко, прямо душно-душно. Ну, с другой стороны, я на работу не хожу, по городу мне ходить не надо. Дом у нас всегда прохладный. У нас же дом деревянный. Зимой в нем тепло, а летом прохладно. Обалденный у нас дом, конечно, замечательный. Вот. Сегодня с утра пополола грябки. Так интересно, такие разговоры по тому, как надо или не надо делать. Шумит, закрыла дверь. Надо или не надо в огороде. И почему-то у людей такое складывается впечатление или как. Вот огород – это вот движение. Ребят, это не движение, это работа. Это самая натуральная работа, это не движение. Движение – это когда ты идешь, наслаждаешься жизнью ногами, сколько там проходишь. Танцуешь, ходишь на какие-то там кружки. Ходишь спортивные эти вот для пожилых людей, да, какие-то клубы. Занимаешься спортом, да и дома зарядка. Вот это движение. И то зарядку в удовольствие. Захотел – поделал. Не захотел – не делаешь. А в огород – это ответственность, это забота, это движение вот такое. Это не движение. Вот я сегодня утром полю грядку. Вот вчера вы посмотрели, как я ее начала полоть, да, сегодня я ее дополола. При этом между делом, значит, немножко пополю-пополю, поднимаюсь, распрямляюсь и иду к картошке. Ну, там тяпочкой, картошку я люблю. Картошечкой так, тихонечко, тяпочкой прошла, эту верхнюю позбивала траву и все, и она прекрасно стоит. И, а значит, а тут наклоняешься, наклоняешься над грядкой, да, и вот на вот висках – бум-бум-бум-бум-бум. Мне тепло, мне не жарко, мне нормально, у меня ничего тела нет, не загорает уже давно, все. Но вот это вот именно в наклонку, тут дома-то в наклонку постоишь, где-то что-то протираешь, там вот я все время хожу за котами, там прибираю, там это, в наклонку поднимаешься, и уже в висках начинает стучать, нужно же уже не в наклонку, а надо это. Я им, я говорю, девочки, мальчики, про свой возраст. Вот, просто надо прислушиваться к своему организму, нужно и нужно делать. Да, я понимаю, люди и до 100 лет могут и работать, и у станка стоять, и на сцену выходить, и няне работать, как мне одна женщина написала. Я в вашем возрасте, я еще работаю няней. Я прямо преклоняюсь, когда она… Вот это с детьми, с детьми для меня это вообще, это… Я с ними устаю даже больше, чем на грядках. Вот. А так, я понимаю, вот, и уже с Эльгизом проговариваю, и говорю, я на будущий год эту вот… Их несчастных две грядки, вот несчастных две грядки, которые нужно вот так вот руками вот прямо прополоть, вот наклонившись над этими грядами, можешь наклониться, и больше ты обратно и не поднимешься. Потому что, ну, вот стучат, стучат виски прямо вот, прямо поднимаешься, у тебя метлики перед глазами, вот так вот тут все кружится. Ой, зачем это надо, зачем? Нельзя, видимо, все равно гипертоникам, надо очень-очень аккуратно следить за этим, очень. И я говорю, я на эти все четыре гряды, их четыре гряды у меня всего, я их все засажу луком. Он говорит, так лук-то тоже полоть надо. Ну, одна будет с чесноком, как всегда, и остальные луком. Я говорю, я маленькой тяпочкой, прямо вот стала ли плоскорезом, стоя так-то раз-раз-раз прошла, руками можно и не сгибаться, лук мы всегда любим, обожаем просто его. То есть, действительно, нужно делать уже по силам, по возможностям, по желанию. Вот у меня мама тоже, она умерла 80 лет, она до последнего, вот ей, она с двумя палочками еле идет, ей доставляло такое удовольствие заниматься этой грядочкой. Там одна уже единственная грядочка у нее была, когда она уже жила в восьмиквартирном доме, у каждого было по одной грядочке. Она с таким удовольствием это делала, так это даже со стороны было приятно посмотреть. Ей доставляло удовольствие, она вот прямо вот была такая вот. А мне, ребята, движухи хватает. Вот вы говорите, движение жизни. Я даже вот этих котят взяла зимой, я была очень-очень обрадована. Бессонница такая была. А сейчас я постоянно в движении, постоянно с ними, с ними даже, и сама, и в огород, в огороде, вон сколько работы много, чтобы так содержать, чтобы все было чистенько, аккуратненько, постоянно, постоянно, в день несколько раз выхожу, обхожу, где-то что-то вырву, где-то ножницами срежу, где-то прихорошу, где-то земельки подсыплю. Все равно, чтобы было красиво и аккуратно, все равно надо трудиться. И движения хватает, и летом спится хорошо. Вот. И надо вот даже без всякой прополки, без всего вот этого... Меня просто вот в этот раз напрягла именно прополка, правда напрягла. И мне стало как-то вот херовенько, вот херовенько так это... Я так задумалась, думаю, да ну нафиг. И тут еще вот, ну не быть ни жить, и женщины мне прямо вот одна и вторая подписчица у одной инсульт, другой микроинсульт написали. Как-то так. Это я сразу вообще у одной микроинсульт, говорит, это... Просто сидели за столом, разговаривала с детьми, и в один момент, вот просто вот в один момент сидела, вообще даже не предвещала ничего. Вот. Раз, говорит, у меня повернулась, говорит, вот так голова, и я, говорит, забыла все слова. Вот так, говорит, повернулась, может, кому-то сказать она повернулась, может, еще она так, а так она мне написала, повернулась, говорит, голова, я, говорит, забыла все слова, и ничего, говорит, проговорить не могу. Ну, благо были дети рядышком, ну, за столом сидели, за столик какой-то. Они быстро сообразили, вызвали скорую. Пока скорая приехала, пока эта речь восстановилась, был микроинсульт. Вот, вот, ниоткуда, вот, ниоткуда, вот, просто вот, раз, и все. Я уж потом спрашиваю, говорю, вы гипертоник? Она, да, гипертоник. Хотя, говорит, чувствовала себя хорошо, говорит, ничего, никакого огорода у нее. О, нет, извиняюсь, дача у нее есть, дача, на даче тоже они ездят. Ну, она говорит, мы ездим на дачу тоже только отдыхать. Там нету таких посадок, тоже цветочки, клумбочки для удовольствия, для души. Так, еще хотела про зубы сказать у Эльгиза. У них в семье у всех зубы очень плохие. Видимо, тоже это по генетике и у мамы, и у сестры, и у него. То есть, они почему-то, вот, изначально были, видимо, кальций, нехватка, или как-то они хрупкие, не знаю. У Эльгиза вообще первые протезы были в 30 лет. Вот, мы с ним познакомились, нам было по 27 лет, и в 30 лет. И у него поставили уже первые протезы. Первый протез, который он, который бесплатно, который он и носить не смог вообще нисколько. Немножко одевал, ну, пытался, пытался, и как всегда, все подтачивают, подрезают, и ничего не получилось. Он даже близко не сел. Вот, он с протезами практически, вот мы с ним живем, 33 года, да, и он всегда с протезами. Я одела в четвертом году, 16 лет назад, первые, вот, а одна женщина написала, говорит, ну, что вы рассказываете про зубы, про это же, это же интимное, это же нельзя рассказывать, вот, сколько там удалялось, где какие там протезы или еще что-то. А почему нельзя-то? Это тот же орган в нашем теле. Если я руку сломала там, да, или башку пробила, да, или у меня сердце заболело, это тот же орган. Про это, значит, тоже нельзя говорить. Мне кажется, зубы, вообще про зубы надо говорить с утра и до вечера. Потому что это очень больной вопрос в самом прямом и переносном смысле. Это очень больно, это очень накладно, это очень дорого. Это у нас пищит датчик. Игис не смог его отключить, и он пищит и пищит, пищит и пищит. Датчик этот, шины, ну, давление в шинах показывает. Он что-то заклинил у нас. Так что, почему не проговаривать даже людям, наоборот, интересно узнать, как, что, какие протезы, как это делается, все. Вот сейчас вот у мужа как раз, вот ему удалят 11 зубов, да, а у него всего, по-моему, ой, 15 или 16. Вот у него останется вот 4 или 5 зубов, все, на которые будут крепить вот эти бугеля. Врач сказал, что это последний шанс. Вот, вот, насколько возможно ставить какие-то вот эти зубы, поставить, поставить еще бугеля на какое-то время, а потом уже, если разрушатся уже вот эти вот основные зубы, то уже все, то уже надо будет ставить уже штифты. Вот тоже 4 штифта эти, ну, как делают, вживляют эти титановые, вот на них уже сажать. Это не, это не диабет, диабет у нас всего 3 года, а он с 30 лет, даже до 30, он еще лечил, лечил уже, я очень поздно начала. И меня только вот, я по одному у меня удалились после детей, ну, и потом там со временем немножко. Все забываю рассказать, как-то я на видео пожаловалась, что шея болит, она действительно у меня очень сильно болит, потому что там и хондроз, и грыжа там есть. Но она не настолько болит, чтобы уж прямо уж вот, ну, вообще-то, да, там она не двигается, нет, она у меня немножко двигается, и все нормально. Просто я ее перенапрягла с бисероплетением, и, значит, мне посоветовали гимнастику для шеи доктора Шишонина, по-моему. Я открыла, посмотрела, мне понравилось очень даже, я люблю такие, когда человек сидит там или стоит и показывает упражнения, и ты за ним повторяешь и делаешь. Я люблю такие, я, кстати, делаю и для спины делаю, и для, я вот, ходьба с лейсси у меня есть 20-минутная, я там раз в недельку делаю там какую-то еще упражнение, это я все делаю. Я хочу жить долго и двигаться, и тем более я полненькая, мне обязательно надо разминаться. Ну, вот, и вот с шеей мне предложили самое смешное, что я, значит, там тоже 20 минут идет эта зарядка, сидишь просто и наклоняешь голову, и под этим, вот так вот ты наклонишь и задерживаешь, да, долго-долго так держишь, натягиваешь в другую сторону, долго-долго, и вот разных упражнений. Вот, и я через 20 минут, у меня шея вообще прекратила практически болеть, и я хорошо начала поворачивать, сейчас вот уже вот тянет в эту сторону, но все было хорошо. Но заболела левая подлопатка, значит, до того сильно заболела, получилось, от шеи боль ушла, а ударила в подлопатку, где-то вот что-то, где-то зажимает какой-то нерв, как Эльги всегда любит мне говорить. Пожалуешься ему, где-то что-то болит, он говорит, нерв, это нерв зажало, нерв зажало, это любимая поговорка у него. Вот, и стала так болеть под лопаткой, ну ладно, я на второй день, я думала, 5 дней подряд я сделаю. На второй день снова начала делать, и вот на одном движении я почувствовала, там надо поднять руку и к руке просто так вот повернуть голову. Ну, две руки поворачиваешь так вот голову, вроде ничего особенного, и вот при одном повороте, вот так с поднятыми руками, мне как опять прострелило в левую подлопатку, ой, я же взвыла, хотя в первый раз я даже не поняла, почему мне там заболело, а тут вот именно вот такое упражнение, и все, и с того времени у меня болит плечо, я вчера проговорила, и болит до локтя, вот с этого плеча, то есть левая рука, и да, вот это вот, все, вот это место до сих пор болит. Уже и мазались, и чем только это, я вообще-то мазями вообще практически не пользуюсь, но тут настолько заболело, что, ну, мазями не помогли, само по себе постепенно проходит, и вот шея лучше намного стала, даже с полтора раза этих движений, а вот заболело это, вот видите, вот тут прямо вот, вот один к одному, это поговорка, да, одно лечим, другое калечим, вот просто вот на пустом месте, я никогда бы не подумала, что такие, вообще, такие легкие, незначащие упражнения дадут вот такой эффект, так что даже вот занятие, зарядка, и то надо очень-очень умеренно, очень-очень аккуратно. Вышла из машины, пойду-ка я к клинике. Прошло уже 20 минут. Мы в самом центре Кирова. Вот у нас отделение стоматологии наше, куда мы ходим 22 года. Знаем всех своих врачей, все знают нас, просто, просто замечательно. Опять проговорю для кировских, это Ленина 89, дроп 1, Альба. Буду здесь ходить, прохаживаться, может загляну вовнутрь, если долго не будет. Вот эти декоративные тоже можно, недавно вот увидела здесь их. Не здесь вообще в городе, что их так хорошо подстригают, они прямо такой шапочкой могут расти. Тоже интересные штучки, надо где-то откопать. И себе посадить, потом размножить. Ну, знающие мне сейчас сразу напишут, что это такое, я не знаю. Но мне очень нравится вот. Здесь вот три кустика цветет, растет. А вообще я видела вот прямо по бордюру много-много-много ряд. Вот я люблю, когда какого-то определенного растения много. Вот сразу, чтобы вот глаза бросалось. Как я флоксы у себя насажала, вот их, чтобы много было. Вот если папоротник, чтобы тоже его было много. Пойду загляну. Где-то мой ребенок. Что вы думаете, это я пришла уже забирать его, а он еще у меня сидит. Еще и не заходил, я уж тут хотела его под руки ввести. Ну что, ладно. Ну что, ладно. Тогда я ухожу. Машинка запрела? Да. Ну, раз Эльгиз еще сидит, его не приняли. Там, сказали, задержала одна пациентка. Неожиданно, неожиданно. Срочно надо было ей удалить зуб. И вот она вне очереди ее. Ну, ладно, бывает, ничего страшного. Ничего страшного, зато мы погуляем здесь. Так прохладно, хорошо, ветерочек обдувает. Конечно, можно туда и в парк сходить здесь недалеко. Сквер, парк. Становилась, возле ели стою. Наблюдаю. Ну, смотрю, как новенькие веточки растут. Свеженькие вот. Эльгиз отправляет меня в торговый центр. И сходи туда, сходи туда. Вы знаете, вот, ну, совсем я люблю ходить по магазинам. Вообще, у меня так быстро кружится голова от мелькания разных товаров. Цветовой гаммы этой не хочу. Тем более, в наше время еще по торговым центрам ходить, собирать инфекцию. Вот, и рядышком тоже как отрастает. О, какие. Какой лапник. Ах, они вкусно пахнут. Даже в центре города. Сейчас задумала, стою. Это ель колючая. А это-то что? Это-то не колючая. Лиственница? Лиственница, по-моему, тоже колючая или нет? О-о-о-о. Знайка растений, да? Даже такие крупные, не знаю. У Ильи Гиза спрошу. Выйдет я у него спрошу. Нет, вообще-то сюда не будем подходить. Договорю уж концовочку. Уже у себя дома. Приехали. Мы уже целый час держали у хирурга. Удалили пять зубов. Через десять дней, через четырнадцать дней. А, ну, через четырнадцать дней снимут швы, еще и зашивали все эти дыры. Вот. Через четырнадцать дней снимут, значит. И через одиннадцать дней на следующую партию зубов. На удаление. Вот. Ну, а потом вот тут... Ну, это так. Если бы вот на завтра было, например, да, то и завтра бы удалили следующую часть. Завтра, послезавтра. Ну, просто нету. Очередь-очередь у нас. Очень большая очередь в нашей клинике. Так что... Ну, все. Всем пока-пока. Живы будем, не помрем. В этом году очень крупные пионы распустились. Обычно мелкие такие. В этом году, конечно, благоприятствует погода для всего. Для всего огородного. мордовые темные. Ой, да так много. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Демократно. Николай Honors get to the Palm Inn отставка.